На наших огромных просторах, чтобы выжить, иметь уверенное будущее, достойное, надо иметь минимум 200 миллионов человек. А для этого надо объединить максимальные потенциалы России, Украины и Беларуси. Первым на этих просторах историческую истину понял Лукашенко. Не проработав и два года, он предложил Ельцину создать союзное государство. Это было историческое решение. Я считаю, что оно показало пример, каким образом можно выбираться из тяжелого кризиса и иметь уверенное и достойное будущее. К сожалению, руководство Украины пошло совершенно иным путем. Сегодня я поздравляю народы России и Беларуси, которые приняли в 1996 году это историческое решение. Оно и обоснованно имеет большую перспективу. Если посмотреть на результаты работы Беларуси, оно удвоило свой потенциал, имеет великолепный современный машиностроительный комплекс. Там нет олигархии, там есть двуязычие, русский язык, по сути дела, тоже является государственным. Там есть уверенное будущее, потому что осваивают самые современные технологии. Там работают лучшие предприятия в области электроники и самых современных технологий. Что касается России, Россия, к сожалению, по-прежнему тонет в олигархии, и кризис, который сегодня охватывает наши просторы, только усиливается. Мы не взяли из опыта Беларуси практически ничего, хотя должны были обязательно позаимствовать. Наша партия подготовила целую серию прекрасных фильмов о машиностроительном комплексе Беларуси, о работе жилищно-коммунального хозяйства, об аграрной политике, о том, как они сохраняют природу, борются с лесными пожарами. К сожалению, государственное телевидение не отозвалось. Эти фильмы ходят по стране, но не находят отражения в российских информационных средствах. Сегодня мы видим прямо противоположную картину на Украине. Украина подошла к тому краю, за которым может наступить дальнейший распад их государственности. Прошедшие выборы показали, что украинский народ проявляет такое же благоразумие, как и белорусский. Он отказал полностью с доверии Порошенко. Порошенко оказался гибридом, сшитым из образа Иуды, Мазепы и Бандеры вместе взятых, помноженные на торгашество и продажу национальных интересов. Он получил полный отлуп и никакой второй тур его не спасает. Даже большая халтура не сможет привести его к позитивному результату. Но результат, который дал украинскому народу Лукашенко, совершенно очевидит. Украина потеряла 10 миллионов своих соотечественников, 6 миллионов не участвовали в выборах, спад производства колоссальный, жилищные условия одни из самых худших в Европе, хотя страна имеет богатейшие возможности для успешного развития. Наша политика давно определена по отношению к Украине. Мы разделили отношения к Порошенко и всей этой нацистско-бандеровской своре, которая работает под руководством американских старушников и украинскому народу. Мы боролись и будем бороться за Украину. Для этого мы укрепляем связи с народно-патриотическими силами, проводим встречи, съезды и свои заседания в Союзе Компартии, оказываем реальную помощь Донбассу, Донецкому и Луганскому республик. Мы настаивали и настаиваем на их признании. Мы оказывали помощь детям и оказываем в этом году, примем еще 2000 детей для того, чтобы их здесь учить, оздоравливать и показывать подлинный интернационализм отношения к братскому народу. Все сделаем для того, чтобы на Украине наступил мир. Если бы там народно-патриотические силы объединились, то Бойко неизбежно попал бы во второй тур. Но я хочу обратиться и к нашей официальной власти. Запомните раз навсегда, ориентир на олигархию ведет к деградации, распаду и разворованию державы. Если бы она ориентировалась на патриотические силы на Украине, на защиту русской культуры и русского духа, на поддержку того, что исторически складывалось, она бы активно приняла в участие в 365-й годовщине Переославской рады, которую мы провели на родине Коломейцева в Ростове, куда приехали лучшие ансамбли, великолепные писатели, художники, где мы реально праздновали то братство, без которого наши народы не могут существовать. Официальная власть не отмечает ничего из позитивного, чем занимаются наши партии и патриотические силы. И в этом ее огромная ошибка и просчет. Те крики о признании и непризнании, которые раздаются в этих стенах, они ничего общего не имеют с национальными интересами России. Мы должны бороться за Украину. Мы должны сейчас наладить контакт и диалог по всем имеющимся каналам, начиная от лишних, кончая президентскими, МИДом, Советом Федерации, Государственной Думой. Мы должны все сделать, чтобы уберечь ситуацию от провокации. Потому что у Лукашенко есть два способа. Или все сыпать в свою урну, что невозможно при том контроле, который там есть. У Порошенко есть один способ. Все сыпать в свою урну или затеять очередную войну, тем самым сорвать второй тур выборов. Здесь надо проявить максимальную бдительность. Мы на прошедшей неделе провели пленум Центрального комитета. Он рассмотрел стратегический вопрос о защите социально-экономических прав трудящихся, целостной страны и национальной безопасности. Мы ориентируемся на создание российского госплана, на формирование правительственно-национальных интересов, на создание широкого народного фронта по защите интересов, на пропаганду и проведение своей политики «10 шагов достойной жизни». Под это мы подготовили 12 законов бюджета развития и будем активно это реализовывать. На этой неделе у нас будут встречи с Гордеевым и Голиковой, будет встреча с премьером, мы положим на стол все свои предложения и будем настаивать, чтобы очередной бюджет на трехлетку формировался, исходя из этих соображений. Именно это позволит выйти на темпы, о которых говорил президент в послании, и вывести страну в пятерку наиболее развитых держав. При нынешних темпах процент-полтора, мы с 11-го места за 5 лет скатимся на 15-е, а это будет политическое поражение и президента, и дестабильность в стране. Поэтому мы все сделаем, чтобы наша программа была реализована. Ну и хочу вас поздравить с знаковыми датами. 12-го исполняется очередная годовщина нашего космического прорыва. Вчера мы были в объединении Хруничева, который делает суперсовременные ракеты. Там уже на старте стоит Ангара, которой мы будем гордиться. Мы помогали этому коллективу и будем помогать. Мы считаем, давно надо было ему простить старые долги и деньги направить на новые разработки, подготовку кадров, освоение суперсовременных технологий. Вчера рассмотрели тот проект, который подготовил Рогозин. Считаем, он заслуживает всяческого одобрения и внимания. И вместе с другими фракциями внесем его на заседание Государственной Думы. Мы в этот день будем отмечать и столетие Великого Почина. Субботника в течение трех недель во всех субъектах России проведем. Субботники покажем, как ухаживают за памятниками, что делается для защиты и поддержки детей, прежде всего сирот, больных детей и так далее. Ну и в этом году будем отмечать 140-ю годовщину со дня рождения Сталина и 75-ю годовщину освобождения Крыма и Севастополя. 35 дней Красной Армии понадобилось для того, чтобы разгромить огромную группировку фашистов на юге, освободить Крым и Севастополь. Не случайно Сталин подписал первые указы по освоению городов-героев Ленинграду, Сталинграду, Севастополю и Одессе. Поздравляем вас с наступающим Днем Космонавтики, а вам желаем, чтобы вы приобрели вот эту уникальную книгу для детей и семейного чтения. Сын России, уникальное издание. Спасибо.